Требования режима самоизоляции далеко не повод оставаться дома. Как оказалось, так думают многие жители округа. Чтобы исправить ситуацию на улице городского округа усилены патрули полиции, Росгвардии, ГИБДД и административно-технического надзора. Я не согласен, потому что это неправоверно. В разгар дня около станции Люберца-1 стала малолюднее лишь после появления сотрудников полиции. Вместе с инспекторами госадом технодзора и народной дружиной стражи порядка проверяли, насколько оправдано пребывание на улице граждан. Потому что мне нужно пенсию получила, а страховую не получила. Пошла решать вопрос. Уважительной причиной выхода из дома считается только поход в аптеку, вынос мусора, выгул питомцев в 100 метрах от дома или покупка продукта в ближайшем магазине. Покушать и шел купить себе. А где живете? В хостеле на 65 лет победы. Однако требования режима самоизоляции некоторых не заставили пересмотреть привычный образ жизни. За продуктами только на Люберецкий рынок. Несмотря на то, что живут на другом конце города. Это ближайший ко мне рынок продуктовый, который расположен самый близкий от моего места проживания. Но мне же надо за продуктами ходить, кушать, где-то покупать. Потому что в магазинах этого нет. Я считаю, это неправомерно все. Ограничение моих прав и свобод. С 15 апреля для передвижения в столичном регионе жители Подмосковья должны оформить спецпропуск в мобильном приложении. Госуслуги СтопКоронавирус. А также на одноименном портале. Если возникнут сложности, обратитесь на горячую линию. Имеют право выйти на улицу военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты и нотариусы. Включая помощников, представители СМИ и охранники при наличии служебного удостоверения. Иначе держите протокол об административном правонарушении. Причина вашего появления на улицу? По рабочим. По какой? Ну, на работу еду. Справка? Нету. Нарушителей наказывают не только словом, но и рублем. 4 тысячи за нарушение режима самоизоляции. Инспекторы, госадам технодзора и полицейские выписывают гуляющим по улицам протоколы. Протокол составляется на месте, лицо вызывается на составление постановления. В нашем случае было уже составлено несколько протоколов. Но мы опять же понимаем, что коронавирус и многие люди просят, чтобы уже не выходить из квартиры, из своих жилищ. Просят рассмотреть эти материалы без их участия. Для тех, кто пока еще не понял, что халатное отношение к режиму самоизоляции просто опасно для общества, напоминаем, что таким поведением вы также несете смертельную опасность для себя и своих близких. Нарушителей надзорные органы ищут ежедневно. За сутки удается выявить десятки. Если вы стали свидетелем нарушения режима самоизоляции, сообщите об этом по телефону 112. Не оставайтесь в стороне. Только сообща, мы сможем победить пандемию. Сегодня никто не должен оставаться в стороне.